Девчонки, дорогие мои зрители, всем огромный привет! Спасибо вам огромное за добрые слова. Вчера показала вам немножечко Атлантического океана. Никогда бы не стала это делать, но вы очень просили в комментариях. Не один десяток раз, ребят, показала несколько минут, и буду очень рада, если хоть кому-то улучшило на одно мгновение ваше настроение и состояние души. А сегодня делаю обзор на вчерашнюю вечернюю трансляцию. Полежаечки на диване мамки с самвелкой, колясик коленки нам свои также продемонстрировал. И все задавал вопросы из открытого чата мамки, самвелки. Мамка все про жрачку, понимаете? Кому шо, а Васильевне только жрачка. Вот звучит вопрос и от зрителей из чата. Татьяна Васильевна, а что вы приготовили самвелу, своему сыну? Что вкусненькое можете приготовить? Все мы с вами помним, что Надюха уже уехала. Готовить некому. Мамка умыла руки. И до свидос, ребята. Теперь она ждет только, чтобы ей приносил самвелкой, чтобы ее кормил. Сама она даже не собирается этого делать. У нее таких и мыслей в голове нет. Так что вы, Татьяна Васильевна, приготовили сыну? То ли делает вид, что не слышит, то ли действительно недочувая. А, мини, самвелка. А принес из ресторана рыбку, скумбрию, горячее копчение. Ой, така добра. Салатики принес. Сегодня, ребята, заглянула. Думаю, сделаю, да, какой-то обзор. Вижу, у самвела вышло новое видео. А это как бы и раскрывает все карты. Да, действительно, самвел пришел, принес эту рыбку. В коробочке упакованную, уже порезанную. Салатик из капусты. Блин, ё-моё. Салатики из капусты в ресторане надо покупать. Вы не можете нарезать молодой капусточки, пожмакать солькой, полить маслечками или заправочкой какой-то. Боже мой, зачем? Ну, зачем это делать? Ну, это же две минуты времени. Господи, неужели настолько разленилась, Васильевна? Салатик струганула. Чик-чик сыночку накормила. Не. Севка из капусты. Не севка робочке мамки салат. Ребят, ну, це вже якась глупость. Ну, честно. Ну, это как-то даже не смешно. Ну, это глупо. Рыбку. Ой, пахне. Васильевна, вам вообще шо, не дай вам все пахне. Вот что-нибудь забросить в ваше жерло. И так интересно, она есть. Я сколько наблюдаю, я никак не могу привыкнуть. Пробуй, мама. Мама, пробуй. Мама, мама, пробуй. Боже, стоят в прихожей. Ребят, возле входной двери. Треумо. Все помнят раньше, я почему знаю, как называется это зеркало с тумбочкой внизу, потому что в далеком моем детстве, когда я еще ходила в школу, в начальные классы, я помню, у нас тоже было трюмо. Зеркало высокое, это тумбочка с вот этими выдвижными ящичками внизу, да, и здесь в квартире наблюдают такой же атрибут мебели. Всю эту жрачку здесь в прихожей положили, и давай уже открывать коробки и заглатывать. Все же, ну, абсолютно не похожие на людей. Вот сейчас бы сказала слово «не люди», но скажут «оскорбляют». Оскорблять не хочу, потому что, ребята, полностью сейчас, в данный момент, за Самвела, я, меня очень подкупает его отношение к животным, очень сильно. Да и человек изменился. Давайте откровенно будем говорить, Самвел сейчас вообще не тот, который был еще пару лет назад. Это абсолютно другой человек. И жесткую критику какую-то в его адрес мне произносить не приходится, потому что даже зацепиться не за что. И раскрутить бы тему, а вы знаете, я могу, на любом ровном месте. Это делается очень легко и профессионально. Но Самвел не буду я этого делать, потому что то, что я вижу на своем экране, как он заботится про этого котика, как он его подлечивает, как он его кормит, и этот кот, ребята, я прям прослезилась. Он приходит уже на это место, и он сидит, ждет Самвела. Уже кот знает, что его приедет человек и покормит. Меня это очень подкупает. Вчера с Андреем даже смотрели, я уже даже супруга сюда приобщила, и он говорит, какой большой души человек. Он обычно никогда не смотрит, он знает, что существует такой Самвел Адамян, что я там какие-то обзоры делаю на него. Ну, пару раз, может быть, за все это долгое время он там что-то и заглянул по моей инициативе, да, мой Андрей. Но вчера я услышала эту фразу. Так что, ребята, критики я какой-то жесткой произносить в адрес севки. Сейчас, в данный момент, не могу, не буду и не хочу. Но мамка меня просто добывая. Ребята, ну, елки-палки, ну, возьмите эту рыбку с салатиком, ну, пойдите вы, Самвел, ну, на кухню. Ну, присядьте вы за столик, и ту же самую рыбку, тот же кусочек съешьте нормально, как нормальные люди. Ну, чё вот это плямка чавкать у входной двери этой рыбкой? Я этого никогда не пойму и не приму. Люди себя так не ведут. Мы тем и отличаемся от животных. Животному где не дай еду, там он и поест, да, но мы же как-то должны... Homo sapiens, напоминаю, человек разумный. Ребята, вот всё отличие. Тема поднялась про Надюху в трансляции. Ребята, Надя вообще неугомонная. Она не даёт покоя никому. Не успела уехать от Васильевны с Самвелом, переключилась на Эдика. Давай названивать Эдику, причину нашла. Я так понимаю, Надюхе надо просто какую-то найти причину. А давайте, Васильевна, фотографии, давайте, да? Ты же сама проявляешь Надюхе инициативу. Сама лезешь туда, куда тебя не просят. Куда, ну, не влезает твоя физиономия. А давайте фотографии из природы я отправлю Эдику. Нахрена не Эдику? Нужны фотографии, да якісь чужі мужики, да там якась Надя седы. Вот ему это нафиг надо, объясните мне, кто-нибудь. Давай названивать Эдику и рассказывать, как она будет худеть, на какой диете она будет сидеть. Боже, Надюха, яка ценная информация. Не мудри, но Самвел удивляется, чьо це Надя звон на Эдику? Там читаю в комментах, пишут зрители. Ой, Сева заревновал, Надежду к Эдику приревновал. Вы вообще соображаете, шо вы пишете? Мне кажется, они бы рады с мамкой избавиться от присутствия Нади. Ну, серьезно, ребята. Но она просто навязывает себя людям. Она навязывает в наглую, прет просто как так. Так, услышала в свой адрес отсевки какие-то непритязательные слова, да, не очень в позитивном ключе. Давай к Пэдичке цепляться. Уже она ему звонит, чужой мужик, в параше этой живет. Какого ты ему фига звонишь? Ты, баба, за 60 лет, что у тебя общего с этим мужчиной? Он семейный, с женой, с детьми. И я знаю эту песню. Ребята, будет петь, я к другу, я к другу. Ну, правильно Севка говорит, ну, Валерия давай звони, ну, Аршалуисус звони. Ну, прицепилась к банной лист, к заднице, к этим адамянам и навязывает себя, кто тебя приглашал в эти друзья. Тебе Эдик позвонил и сказал, Надя, я бы хотел с вами дружить, давайте будем общаться. Ты же сама лезешь на голову людям и лезешь. Это, девочки, очень некрасиво. По одной причине, как мне думается, как я вижу ситуацию. Потому что Надя, женщина, и вот так себя навязывать чужим, абсолютно посторонним людям, ну, это не камильфо. Ну, это правда. Ну, не камильфо, однозначно. Ой, ребята, поговорили, пообщались. Здесь уезжают адамяны, я вижу и слышу уже не впервой, Самвел говорит, к себе домой в конце месяца. Квартиру одну он оставляет за собой. Колясик уезжает тоже. Дай бог, чтобы у них все сложилось, чтобы у них все получилось, чтобы они не пожалели, чтобы Днепр был свободным и мирным городом, как и любой город и любой населенный пункт в Украине, чтобы было у всех людей Украины мирное небо. Дай тебе боже, ребята. Ну, и последняя тема, которая разворачивалась и обсуждалась в этой трансляции, это право воровство и хитрость мамки, которую мы все наблюдали. А мамка клеит дурочку, ничёный помню, ничёный знаю, с посылок. Помните, все раньше присылали в большом количестве эти посылки Самвелу. И было очень много продуктов, колбаса разного сорта там была. И Сева оставил камеру в комнате. Происходила эта съемка в квартире на Планетной, где сейчас проживает мамка в Днепре. И сам ушел в туалет. Я думаю, он сделал это специально, чтобы проследить за мамой, что она будет делать в его отсутствии. И ей же было запрещено есть и тягать эту колбасу. Ну, и мамка, недолго думая, чего-то я здесь немножечко не помню, но в основном, да, смысл этого события, что она стащила эту колбасу, она её и откусила, или под мышку, или в лифче куда-то она её запихнула, спрятала от Самвела, как пишут зрители, это правда. Это не придумки, это не фантазии. Такой факт имел место быть. Васильевна орёт дурниной, криком, что её там унижают, на неё всё придумают. Васильевна, это было. Там девочки даже написали, на какой минуте, 16.50, название видео, посмотрите, ну, куда правду девать. Ещё я помню один кадр из видео, это уже, по-моему, другой фильм был, другая зарисовочка, возле холодильника было происшествие, все помните? Когда возле открытого холодильника она тоже что-то там ела и прятала от Самвела. Ребят, такое было. Почему сейчас не принять это с юмором и сказать, ну, коло это было, да, было, потому что хочется. Ну, скажи, как есть. Тут ничего страшного и криминального нет. Чтобы вот так оскорблять, кричать, нервничать и психовать. Хочу, ребят, сказать вам, я смотрю, вот из моих наблюдений, всё-таки все Адамяны, вот все, без исключения, включая даже Иру, они очень нервные люди, они психические, они все психуют на ровном месте. Что мамка, что Самвел, что Эдик, та же Ира. Смотрела вот несколько видео, если что-то Гена скажет не в попад, помню, вот этот отдых из Турции. Сразу металлические нотки в голосе, сразу какие-то такие указания строгие, упал, отжался, тон меняется, нервы бьют, только так, как она сказала. Ребят, ведь это всё есть. Чего вы такие нервные? У вас у всех сложилась хорошо жизнь, вы все обеспеченные люди, всё у вас прекрасно. Ребят, ну немножечко как-то, да, друг к другу добрее надо быть и снисходительней, может быть. Может быть, как-то слышать друг друга, уважать друг друга. Я, кстати, не впервые говорю. Самое главное, что в семейных отношениях, ну это, на мой взгляд, должно сохраняться до последних наших дней. это уважение, это вот это вот личное пространство и безмерное уважение друг к другу. На этом закончу свой обзор, но надолго не прощаясь. Субтитры создавал DimaTorzok